И вспомнил, что у меня вот здесь вот, вот в этом месте находится книга, три книги изданные. Одна с курьемом, две еще, мизерный тираж, скоро станет бестселлером, а потом станет этим раритетом, а потом ее будут продавать с аукционом. Вот, попробуйте сейчас, также найдите пожизненные книги Гагарелия или этого самого, пожизненные, подчеркиваю. Вот, так вот, вот эта вот книга, в этой книге 108 постулатов. Вот оно, новое садоводство, видите, здесь 108 постулатов, 107 из них мои, 108, помните, я назвал учителем Чернышова, единственного человека, учителем, за то, что он мне дал совет. Вот, берите из нижней третьей ветки, но мы к этому еще подойдем. Так вот, возвращаюсь, чтобы я не голосновный. Вспоминаем, кто из со мной в несколько лет уже дружит. Ну-ка вспоминайте. Итак, я цитирую сам себя, но мне запретил этот самый, Антон Валерьевич Сафронов, показывать видео. Почему? Ну, сбивается текст сам по себе, а изображение само по себе, речь само по себе, поэтому не показываю. Вспоминайте, я хоть день совру, Железов утверждает следующее, в фильмах нескольких подряд, что перекопка почвы, перекопка почвы, в саду, подчеркиваю, в саду, это уничтожение, на память, но с 99% точность, уничтожение муравьев, червей, грибов, дальше помните под цепочкой, нет, бактерий, вот то, что у тебя через 20-20 лет после меня установили, вот, бактерии, а кроме того еще корней, и всей подземной, всей подземной, я это называю, подвальные этажи, так же, как у нас есть этажи, подвальные есть помещения, аэрация, вентиляция, канализация, как угодно называйте. Вот это все уничтожается, вместо нее дурь, вроде вилл, то есть, вы поняли, что я первый, или не первый, но я воюю много лет за то, чтобы вы поняли, нетронутая почва в саду, поэтому и тележка дёрна, поверх дёрна высыпанная, чтобы максимально сохранить, да, посадить дерево надо, уже когда дерево посадите, оно растет, этот дом, у него есть крыша, прорежать ее нельзя, вот по салат номер 7, это дёрн крыши, почвы, а еще есть дерево, которое общая крыша является, как в вашем доме, что они в этом понимают, вы представляете, вот режут, 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 и вас научили, вот это вот, спустя, поздравьте меня, вот, так сказать, современного Мюнхгаузена, ну, смотря, какими его считать, он себя за волосы вытащил из этого, из болота, вот. Так вот, значит, поздравьте меня, блестящая работа ученых, кажется, Голландии, проворонил начало фильма, вот, огромная работа, и доказательство того, первое, что бактерии, это их количество, так сказать, мерило ценности почвы, почвы, и искусственная почва всегда уступает нетронутой почве, вот. Я дошел до этого дойти тимна, да и потом, если я садил деревья в нетронутую почву, они все растут, как ничем не было. Кто, с какого-то будуна придумал, что им надо обязательно, эта яма огромная, ой, надо облегчить, это, корням жизни, они в этой огромной яме будут устроиться удобно, а то, понимаете, дальше упрется в стенку, а там почва, твердая, не пройдут. Да, понятно, да, в общем, поздравьте меня, вот это вот хотел сказать. Ну, еще постулаты. Корни и листовой я уже не выдержал. Это почему? Потому что эта книга точно уже никому не нужна. Ее должны изучать в университетах, в институтах, в академиях, в школах. Вот. Корни и листовой аппарат, имея специальное устройство, расположение и программу, кроме других задач регулируют режим в подвальном помещении почвы. Какой, к черту, листовой аппарат обрезать? Идет ливневый дождь. Вы ветки убрали, мозгов нет, что через месяц листья появятся. Даже если вы пишете, весной надо. Обрезку делать. Правда, с дуром большинство из вас пишет про осенью. Ну, ладно, весной. Идет ливневый дождь. Надо его испарить как можно быстрее, иначе задохнутся корни. Вы же уничтожили все, а? Феи. Я ведь не просто вас, надо новое придумать вам название. Знаете, какое? Уже не феи, а вот те палачи растительного мира. Кровное дерево, и уж не выдержал еще один постулат. Кровное дерево является еще и крышей дома, отводящей дождевые потоки на периферию. И для этого образуя из веток и здесь, и своеобразную сложную конструкцию. Надо бы все написать индивидуально указывать. Для направления капель воды в радиальном направлении. И дырявить ее по надуманным предлогам, значит, снова и снова заставлять дерево заращивать. Специально загущать дыры в кровле. А? Вам где постучать надо? Если вы этого не делаете, вы понимаете, человек, которого вначале, видимо, редактор заставлял всякую дурь показывать, учитывая улыбку и обаяние, да? А потом осмелится, забрала этой дурь. Это же все не такое написано-то. Это же ты один к одному слямзил это. И получилась энциклопедия. Еще одна. А если там 20 тысяч? А если там 50 тысяч? Моя эта книга, 1200 экземпляров. Как я тучу? Сколько людей-то научило убивать деревья? Посмотрит мой фильм. Зарыдает, нет? Теперь. Вот это вот. Та самая книга, которую я бы презентацию устроил. Но и нет. Видели там вот эти, как они называются-то? Вот они, главы. Куда они-то делись? Вот они, главы, главы, главы. Это книга особая. Вот она. Садоводство в 21 веке. Или книга по столату. Вот. Вот это. Кто-то из вас бы хоть один. Не надо голубь пепла. Да я все поняла. Валерий Константинович, давайте завтра мы с вами будем новые эти ролики снимать уже по-вашему, как вы учите. Вот. Вот кто-то из моих друзей, кто-то взял. Это, что называется, как аннотация, да? В начале будущей книги. И вот он написал. Вот. Валерий Константинович осознал одну простую истину. Если вмешиваться в природу, делать ровно столько и не на йоту больше. И ежегодная перекопка, внесение удобрения, прополка, рыхление. А результат? Почья истощается. Ну и так далее. Теперь, последняя фраза только выделил. Никто, кроме матушки природы, учтите, дерево абсолютно, сельцево, 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 дерево абсолютно, на историческое, я подчеркиваю, на постулат, на своей исторической родине, совершенное. Приспосабливаем, да, на север переехало, берем, отрезаем верхнюю половину, там, где ветра, это самое, еще больше отрезаем, там, где морозы, ну и так далее. Мы немножко вмешиваемся. Но самое главное, что, путем долгих наблюдений он понял, как нужно вмешиваться, как делать с минимальным ущербом, он не стал переделывать природу. Вы понимаете, что вы творите, я уже не могу, уже, вот я как вижу вот эту вот фотографию, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот она-то, для чего ее вообще родили, для того, чтобы она уничтожала, нет, уничтожайте, ради бога, несколько деревьев никто не заплачет. Ну, после тебя, миллионы же это делать-то будут. Так, ну вот я высказался, это еще будет одна, и опять отправлю. Я знаю, что ничего не случится. Знаете, почему? Те, тот редактор, там еще есть режиссер, наверное, есть какое-то руководство канала, им плевать на все. Им, вот они улыбаются, калечат, улыбаются, им нужен только рейтинг. Подобрали две смазливые бабы здесь с длинным языком? Им плевать на то, что я говорю, на то, что у меня душа болит. Какое там голову посыпать пеплом или там это? Теперь пойдем дальше. Продолжение следует...